Всем привет, меня зовут Алексей Гладков и вы смотрите канал Mobile Developer. Ну что же, настало время нам продолжить изучение Jetpack Composer и сегодня мы поговорим о такой важной штуке, как темы. То есть сегодня мы поговорим о том, как создавать собственные цвета, собственную типографию, какие-то собственные дименшины и так далее. Ну а прежде чем мы начнем, я бы хотел сказать спасибо всем, кто поддерживает меня на Boosty и на Patreon. Я напоминаю, что там вы можете получить ранний доступ к видео или получить какой-то даже полноценный менторинг, где я буду отвечать на вопросы, делать код-ревью и так далее. Все ссылки будут в описании. Также вы можете подписаться на меня в других социальных сетях, все они тоже будут на экране. Там я периодически выкладываю, там в Телеграме, например, я периодически выкладываю какие-то полезные статьи, какие-то вещи, которые невозможно выложить в видео и так далее. Ну а сегодня мы будем говорить о темах, как я уже сказал. Jetpack Composer в этом смысле серьезно отличается от Андроида, потому что вот в классическом Андроиде обычно о темах не сильно задумываешь, если ты не делаешь какое-то приложение, которое сильно завязано на дизайн-систему, либо на что-то подобное. В Андроиде, в том вот именно новом Андроиде, который у нас с Jetpack Composer, тема вас преследует с самого начала. То есть ваше приложение всегда обернуто либо в Material тему по умолчанию, либо в какую-то вашу собственную кастомную тему. В чем тут плюс? Плюс в том, что вы сразу задумываетесь о том, как вы управляете цветами, типографией и так далее, и делаете это системно. А в чем тут минус? Минус тут заключается в том, что Google нам дает как бы заранее сделанную тему, в которой есть определенное количество так называемых токенов. Токен — это такой ключ, который у вас соответствует либо цвету, либо типографии и так далее. И он предлагает вам создать свою тему, основываясь на их Material теме, вот с этим количеством токенов, которые он вам заложил. Проблема здесь в том, что часто бывает, особенно вот, например, у нас в приложении, да, в Leroy Merlin, да и во многих других приложениях, токены, во-первых, сильно отличаются по названию, во-вторых, они отличаются по смыслу, по компоновке и так далее, и не всегда их возможно поместить в Material темы. В нашем случае даже количество цветов просто превышает вот то количество, которое зашито у нас в Material теме по умолчанию. Поэтому мы с вами разберем еще такую интересную штуку, как нам сделать так, чтобы у нас были собственные токены, собственные ключи, но при этом все работало точно так же, как Material тема, которую нам дает Google. Поэтому, я думаю, будет очень полезно и интересно. Устраивайтесь поудобнее и погнали! Итак, давайте начнем с Material темы. Сама Material тема имеет в себе три составляющих, а именно Colors, Typography and Shapes. Собственно, Colors — это набор определенных цветов, Typography — это набор определенных шрифтов, а Shapes — это набор определенных форм, Dimension и так далее, и так далее. Предполагается, что вы задаете определенный вот этот вот набор, который у вас есть в Material теме, переопределяете его, либо используете тот, который есть, и таким образом у вас создаются различные темы в приложении. Опять же, примеры этого вы можете видеть на экране. То есть, вот примеры различных тем приложения. Цвета у вас задаются, ну, стандартным, собственно, для Компоуза способом. В Компоузе намного больше способов задать цвета. То есть, там гораздо проще теперь работать с Хексом, с RGB палитрой и так далее. И это, конечно, круто. Есть огромное количество уже как бы встроенных цветов. Вот. Но если вы, допустим, хотите там элементарно сделать темную светлую тему, кстати, это тоже очень удобно делать в Jetpack Compose, то вы просто создаете как бы такие две палетки, которые у вас называются условно там Dark Colors и Light Colors. Опять же, примеры этого вы можете видеть на экране. Дальше вы просто в Material Theme указываете, ну, создаете свою тему, либо прямо в Material Theme указываете в цветах. Если у вас там Dark Тема, то Dark Colors, если нет, то Light Colors. И таким образом у вас получается как бы приложение окрашивается в темные, либо светлые тона. И это, конечно, очень удобно. Вы можете всякие кнопочки делать классные, когда у вас там, вы нажимаете, у вас там переключается тема светлая на темную и так далее. На самом деле, таким образом вы можете регулировать не только темность темы, вы можете создавать там свои собственные, там, я не знаю, какая-нибудь карибская тема, например, я не знаю. Или, например, вы можете регулировать типографию, тоже в зависимости от того, какой у вас параметр выбран. Все, что вам нужно, это использовать, ну, какой-то либо параметр, ну, либо Remember можно использовать. То есть, в принципе, стандартные Composable компоненты, которые мы разбирали в видео про State. Ссылка на State будет наверху. Проблема, как я уже говорил, начинается именно тогда, когда вы пытаетесь создать что-то свое собственное, то есть, свои какие-то токены. Если вот вы сейчас посмотрите на экран, вы увидите список токенов, которые у вас есть по умолчанию в Material Theme. Соответственно, вы можете переопределить токены, например, в светлую тему, в темную, не знаю, там, в карибскую и так далее, например, да, но вы все равно не можете вырваться вот относительно вот этих вот On Primary, On Secondary и так далее. А если у вас, например, ну, я не знаю, какой-нибудь, назовем его, черепаший цвет, там, Turtle Color, да, например, или у вас какие-то специфические элементы, вы хотите, чтобы в разных темах этот элемент окрашивался в разные цвета. Как тогда быть? Ну, наверное, первый вариант, который приходит очень многим в голову, это попробовать составить у себя в голове некую такую карту в соответствии, да, например, ваших цветов, тем токенам, ну, вернее, ваших токенов, тем токенам, которые используются в Material Theme. Но, как вы понимаете, вариант этот такой себе, потому что, во-первых, цветов может быть просто больше, либо вам придется заполнять, наоборот, если их меньше, да, все вот эти Primary и так далее, придется заполнять с какими-то, там, не знаю, стабами или еще чем-то. Это, в принципе, не очень хорошо. Вот, а во-вторых, вы будете постоянно путаться и вспоминать, так, а что там у нас, он Primary, это был такой цвет или нет. Поэтому я рекомендую, конечно, создать собственную тему. Но, если вам нужно это просто для каких-то мелочей или сделать темные светлые тона, то я уже показывал, как это делается. Для этого существует официальный гайд. Он максимально понятный и простой, и можно его использовать. А мы давайте перейдем как раз к тому, как нам сделать собственный вариант, собственную тему. Вот, и для этого я подготовил специальное приложение. Кстати, те, кто подписан на меня в Телеграме, уже его видели. В принципе, я, наверное, его, да, везде размещал. Не только в Телеграме, но в ВКонтакте, на Ютубе и так далее. Вот, это приложение специально сделало для демонстрации всех функций Jetpack Compose. То есть, там сейчас только темы. Следующее видео будет про вью-модели. Там будет уже работа с вью-моделями. Поэтому, в принципе, можете поставить звездочек в этот репозиторий. Мне будет приятно. Ну, а вы, соответственно, не потеряете его и будете периодически смотреть. Его можно скачать, его можно там потыкать. Идея приложения я взял максимально простую. Это приложение для слежения за своими привычками. Таких приложений огромное количество. Тут цель не в том, чтобы какую-то уникальную идею реализовать. Тут цель в том, чтобы продемонстрировать преимущество Compose. Мы туда потом Room подключим, какой-нибудь сервак простенький сделаем и так далее. А теперь давайте перейдем к коду. Я покажу, что конкретно я там сделал, чем он отличается от обычной материал-темы, что вы можете сделать благодаря этому, какие, собственно, расширения создать. То есть, вы можете не только Color, там, типография и так далее. Вы можете насоздавать там хоть 100 параметров своей дизайн-системы, как вам это удобно. Вот. Ну и, естественно, ссылки на репозиторий будут в описании. Поэтому все доступно, все публично. Берите, пользуйтесь, делайте форки, используйте, как хотите. Давайте переходим к студии. Итак, давайте начнем с демонстрации самого приложения. Ну, в целом, как я говорил, уже оно довольно простое. То есть, здесь у нас три карточки. Они пока что даже никак не регулируются. Мы оставим это для ViewModel и вот этой всей истории. Здесь есть кнопочка с настройками. И здесь есть пять активных цветов, на которые, если вы нажимаете, вот можно увидеть пример карточки. Вы видите, что меняется основной цвет. То есть, меняется синий, фиолетовый. Например, если тут красный, то мы вернемся и увидим, что здесь будет все таким же красным цветом. Также у темной и у светлой темы несколько отличаются красные цвета. То есть, видите, здесь такой более розовый. В светлой теме он именно красный. Зеленый тоже тут поярче, тут такой помягче и так далее. То есть, цвета, они такие вот. То есть, разные для разной темы и их всего пять. То есть, и того получается 10 цветов. Также здесь можно регулировать размер шрифта. То есть, например, сделать его побольше. И здесь, видите, тоже будет побольше. Сделать его, наоборот, маленьким. И в таком случае он тоже здесь будет маленький. Ну, и средний, понятно, стоит по умолчанию. Также отступы. Я специально задал там побольше отступы, поменьше отступы. Вот, чтобы показать механизм. И можно сделать еще разную форму карточек. То есть, например, сделать их вот такими плоскими. Видите, они квадратные стали. И, если вы заметили, то вот эти карточки тоже стали такие плоские. Это, на самом деле, лучше на белой теме заметно. Видите, они вот такие прям без скругления. А если задать здесь скругленные, то мы вот эти карточки увидим, что скруглились. И вот это тоже. Это все регулируется благодаря теме. Итак, собственно, теперь давайте к приложению. Что у нас находится внутри приложения? Ну, у нас находится MainActivity. То есть, у нас, ну, SingleActivity. Естественно, у нас есть вот эта стандартная функция SetContent. И ряд параметров, о которых мы сейчас чуть попозже поговорим. Есть главная тема. И есть, там, ну, вот, SideEffect в данном случае нужен для того, чтобы у нас статус бар в приложении был такого же цвета, как и все остальное. Для этого используется библиотека Компанист. Я на нее сделаю потом отдельный обзор. Здесь просто, вот, ну, оно используется для этого. Дальше у нас идет, ну, навигация. Видео про навигацию будет по ссылке наверху. Я его уже записывал. Поэтому здесь для вас не должно быть ничего нового. Ну, и здесь, собственно, два экрана всего лишь. Да, это вот самый первый, где у нас со списком разных вещей. И экран с настройками, где мы все настраиваем. Внутри у нас есть, вот, собственно, та самая тема. Давайте теперь посмотрим, из чего состоит эта тема. Как вы видите, если мы зайдем сюда, то мы увидим, что здесь есть цвета, углы, text size и так далее, и так далее. То есть здесь также темная тема есть. И вот есть несколько палеток. Здесь палеток много. В отличие от того, что я показывал вам до этого, здесь не только dark и light. Здесь я создал свои собственные палетки и куча-куча их вариаций. И как мы здесь, кстати, видим, здесь я использую какие-то свои собственные цвета и свои собственные названия. То есть у меня primary text, primary background, secondary text и так далее. Tint color есть и все такое. То есть свои собственные. Ну, и, наверное, думаю, здесь сразу видно, да, что... Я уберу немножечко превью, что типография тоже своя, какие-то шейпы свои и так далее. Сейчас будем совсем по порядку разбираться. Собственно, создание нашей темы начинается как раз с этих классов. То есть мы создаем свои классы и в них прописываем те параметры, которые мы хотим менять. То есть в данном случае мы здесь как раз и задаем свои токены. Но тут как бы возникает вопрос. Мы могли бы просто сделать объект и передавать их. Почему нужны какие-то сложности? Какая-то вот тут тема есть, да? То есть и вообще, что такое вот эти вот замечательные надписи? Static Composition Local Off и Local Jet Habit Colors, Local Jet Habit Typography и так далее. Дело в том, что в Compose существует очень крутой механизм. Называется Local Composition. В чем тут забавная штука? В том, собственно, что Local Composition, он позволяет вам создать некий объект. Да? Не важно, какой на самом деле. Это не только цветов касается. Вы можете создать какого-то юзера. Вот сейчас вот на экране будет пример с юзером. Вы можете создать какого-то юзера, кого-то еще. И потом передавать этот объект дальше вниз по дереву. А у нас речь идет в данном случае о дереве, да? Если мы говорим про визуальную композицию, то это, ну, там используется Slot Table. Но фактически это дерево. Можно представить себе как дерево. Вот. И дальше вниз по дереву будет передаваться именно вот этот вот объект. То есть это некий такой способ задать статику внутри Composable. И, соответственно, таким образом, допустим, может передаваться контекст общий. Может передаваться какие-то цвета. Может какой-то юзер передаваться. И тема Material.sem, она построена именно на этом. То есть там тоже используется Composition Local. И на самом деле вот сама тема, она состоит из вот таких вот вещей. Только они создали свои токены, а мы создали свои. И, соответственно, первым шагом, что мы делаем, мы пишем вот эти классы. Мы добавляем свои собственные токены. Мы пишем JetHabit Colors, JetHabit Tipography, JetHabit Shape и так далее. Неважно. Потом мы создаем некий объект, который мы называем... Ну, JetHabit я назвал, потому что JetPack и Habit привычка. То есть поэтому так называется. Вы можете назвать как угодно, естественно. Мы создаем некий объект, который называется JetHabit.sem. И используется он, собственно, вот таким вот образом, как и Material.sem. То есть если вы, например, хотите передать цвета, то вы обращаетесь ко всем цветам этой темы, Primary Text и так далее. А за счет Composition Local в момент, когда эта функция попадет в Compose, то есть когда вы зайдете в Compose, когда у вас случится init, вот в этот момент у вас будет определена та тема, которую вы создадите у максимального соседа по дереву, то есть у максимально близкого. То есть вы можете, например, создать тему, а потом внутри еще одну тему. Я даже по ссылке оставлю статью, она, правда, будет на английском, где-то чуть более подробно объясняется. Вот, ну там прям с нюансами, с деталями и так далее. Все, как вы любите. Вот, соответственно, в данном случае JetHabit.sem, я просто прям про сам механизм, да? В нем содержатся вот те самые токены, которые вам нужны. Ну, я не стал особо мудрость от лукава. Я создал Colors, Tipography и Shapes. Вы можете создать, вот я не знаю, вот буквально что угодно в вашей теме. Может быть, вам нужно, я не знаю, регулировать... Мне, честно говоря, даже что-то в голову ничего не приходит, но что-то с видео, может быть, связанное, да? Там, я не знаю, какие-нибудь. Или еще какая-то штук. Картинки вы можете сюда, images, например, прописать, и у вас будут разные темы с разными картинками. Например, в теме темной у вас будет какая-нибудь там луна, а в теме светлой у вас будет солнышко. И вы можете таким образом создать вот здесь, например, вал images, да? И там какой-нибудь там JetHabbit Image. И точно так же Composable Get и, пожалуйста, там свой собственный Composition Local можете сделать. Это не вопрос, то есть это без проблем. Ну, здесь у меня простенькие намы, то есть у меня здесь есть... Ну, помните, да, вот в настройках, которые я вам показывал, там есть пять цветов, три размера и скругленные либо плоские эти карточки. Соответственно, нам нужно обязательно создать такую штуку, как Composition Local. И здесь у нас на самом деле предлагается два варианта. Это Static Composition Local Off и просто обычный Composition Local Off. То есть если мы сюда зайдем, то Static Composition Local Off, он там, это какой-то внутренний наш класс. И здесь, собственно, написано, что создает Composition Local ключ, который может быть предоставлен, используя Composition Local Provider. И здесь дальше написано очень важный момент, почему нужно использовать именно Static Composition Local, а не просто Composition Local. И вот этим надо тоже оперировать грамотно, потому что не везде подходит всегда Static, не везде подходит Composition Local. Дело в том, что Static Composition Local приводит, скажем так, к рекомпозу вообще всего практически. То есть, грубо говоря, всего контента, вот все, что... То есть изменение, например, цвета приведет к перерисовке вообще всего контента, который у вас будет под Composition Local Provider находиться. В отличие от Composition Local обычного, который приведет только к перерисовке тех мест, где будет использован вот конкретный ваш, ну, например, цвета, да, которые вы запровадили. Сложно, я понимаю. Тут, наверное, поможет рисуночек такой, который сейчас будет на экране с деревом, где будет видно несколько view, и вы понимаете, да, что если у вас, допустим, Static Composition Local Off, то вы, соответственно, при изменении, например, цветов, у вас перерисовывается все. При изменении Composition Local Off перерисовываются только те места, где он был непосредственно использован. Тут даже написано, что Static Composition Local Off более эффективен, когда value, который вы проводите, с высокой долей вероятности не будет изменен. То есть, ну, это, например, те же самые цвета, контекст, тут даже написано, font loaders и так далее, то есть, которые нежелательно менять. То есть, например, если у вас какой-нибудь юзер, которого вы будете постоянно перекидывать, то, наверное, лучше использовать Composition Local обычный. Если у вас цвета, ну, для тем используется именно Static Composition Local. Я думаю, с этим моментом понятно. Давайте вернемся обратно. Так, сейчас я открою. Да, вот мы создали эти провайды. То есть, вот их нужно тоже создать следующим шагом. Следующий шаг мы описываем палетки. Ну, то есть, это вот как раз та самая настройка, которую мы хотим сделать. То есть, в данном случае у меня есть пять цветов. Есть темная тема, светлая тема. Я создал две, ну, два класса, которые имеют, скажем так, базовые настройки. И просто для удобства, чтобы каждый раз вот эти параметры все не прописывать, я сделал несколько еще палеток, которые непосредственно меняют только один параметр Tint Color, который меняется в этих всех темах. Дальше мы переходим к настройке самой темы. И это просто обычная Composable функция. К ней надо относиться как к обычной Composable функции. В принципе, я мог ее назвать тоже JetHabbitZem, потому что это функция, а там Object. И тогда было бы, как сказать, более, что ли, консистентно, более похоже на Material Тема. Но я сделал так. Сюда вы можете, как и в любую, собственно, функцию, передать какое угодно количество параметров, которые вы хотите регулировать, чтобы у вас менялась тема. Соответственно, так, сейчас закрою. Соответственно, самый, ну, то есть здесь идет какой-то набор параметров. В данном случае это у меня стиль, текст сайз, паддинг сайз и так далее. Сейчас мы до них дойдем. И Dark, ну, темная либо светлая тема, понятно, да? И, естественно, есть контент. То есть это то, что будет помещено внутрь нашей темы. Вот. Ну и дальше я просто прописываю обычные условия, что если, допустим, темная тема, да, и стиль определенный, то мы там используем ту или иную палетку. То есть я настраиваю цвета, которые у нас должны быть в этой функции. Дальше у нас настройка идет типографии. То есть, ну, типография не зависит от таких параметров, да? Хотя нет, я не прав. На самом деле размер текстов зависит от того, какой мы передали текст сайз. Вот. Дальше идет настройка шейпов. Тут то же самое. Вот стопы, которые мы передали, либо Corner Style. И дальше вот мы пишем всего лишь одну функцию, которая называется Composition Local Provider. И она принимает var arcs. Ну, то есть это просто перечисление, да, грубо говоря. И контент. Соответственно, контент это то, что мы заворачиваем, да? Это то, что мы тоже передаем снаружи. А здесь вы прописываете вот то количество параметров, которые у вас есть. У меня их три. То есть у меня их вот здесь три. Как я говорил, здесь мог бы быть еще Images, например. В таком случае у вас их будет четыре. Вам нужно будет настроить эти Images и тоже их сюда передать. То есть это выглядело бы примерно вот так. Ну, вначале вам нужно создать эти Images, да? То есть, ну, вот там, допустим, там Jet, Habit, Images, я не знаю, скажем. И вот вы какой-то перечень ресурсов, да, указываете. Ну, например, я не знаю, там, Icon, там, не знаю, Main, Icon. И тут вы указываете какой-нибудь ресурс, типа AirDrawable, там, ну, и там, например, If, Dark, Them, вы там, допустим, AirDrawable, Moon, там, Else, AirDrawable, Sun. То есть вот таким вот, ой, Sun. Вот таким вот образом это бы работало. Ну, и здесь вы, соответственно, пишите LocalJet, Habit, Images, Provides, Images. А, собственно, что мы мучаемся, да? Почему бы нам, допустим, не создать это прям тут? То есть мы можем уже создать это. Data Class, JetHabit, Image. И давайте здесь Main Icon вот так сделаем. И это будет у нас Drawable. А, нет, это будет Int, это же ресурс. Вот, и здесь мы, соответственно, это все прописываем. Images, JetHabit, Image. Composable, Get, LocalJetHabit, Image. Current. Ну, для этого нам нужно его, естественно, тут тоже прописать. Это вы можете по разным файлам разнести, можете в одном, как вам больше нравится. Так. JetHabit, Image. Да, ну и, соответственно, Error, если у нас вдруг ничего не запровайжено, ничего не нашлось. Вот. Все, у нас есть Images. На самом деле мы можем вот даже здесь, здесь только Image. Вот, единственное, что он будет ругаться, что у нас такой иконки нет. У нас есть, наверное, что-нибудь Drawable. Давайте мы будем Error проводить, либо, ну, либо даже давайте, ладно, ладно. Пойдем совсем уже, скажем так, до конца. И здесь создадим, ну, добавим, вернее, дровы. Был из стандартного набора Android. Так. Не знаю, есть у них тут Moon или нет. Не уверен, честно говоря. Да, к сожалению, Луны у них нет. Есть вот. О, давайте. Если ночь, мы же программисты, у нас будет хорошее настроение. А если день, ну, потому что надо вставать и так далее, то будет плохое настроение. Всем, кстати, кодится лучше по ночам. Или только мне. Поэтому напишите в комментариях, на самом деле, интересно. Так. И мы тут, соответственно, да, добавим. И, соответственно, если ночь, то мы пишем Mood. Да, хорошее настроение. Иначе Error Wable Mood Bad. Да. И, соответственно, так, Local Jet Image Provides Images. Вот мы их только что сконфигурировали. Они у нас тоже, по сути, зависят от темной, либо от светлой темы. Вот. И дальше, например, мы можем это вот таким вот образом сделать. Мы можем зайти в Settings, да. И тут у нас настройки, настройки, настройки идут. Там стиль карточки и так далее. Вот, допустим, здесь мы можем сделать там Icon. Ну, давайте просто я так напишу. Так, нет, стоп. Не Bitmap. Нам нужен Painter. Так. Импортируйся. И мы пишем здесь JetHabbitZem Images, которые мы только что создали. Main Icon. Все, пожалуйста, готово. Ну, тут еще Content Description нужен. Там... Кстати, Content Description на самом деле. На самом деле. Мы можем тоже запихнуть в... В тему, да, сделав его... Потому что у нас же должно быть разное, в зависимости от того, темная или светлая тема. Там, допустим, Bad Mood, да, там, или Good. Ну, не важно. В общем, смысл в том, что мы это тоже можем запихнуть. Либо сделав классом, либо отдельным параметром, на самом деле, запихнув. Там, типа, Main... Ну, вот даже давайте я это сделаю. Потому что это очень легко все делается. Это реально делается очень легко. Main Icon Description. Мы сделаем String. И теперь мы просто зайдем вот здесь в тему. И здесь сделаем вот так. Ну, можно это в один класс объединить. То есть, на самом деле, это нормально, да, там. Вот. И здесь сделаем, допустим, Bad... Good Mood. А здесь... Bad Mood. И все. И на самом деле, мы теперь можем переходить сюда. И здесь тоже писать просто... JetHabbitZem Images Main Icon Description. Все. Оно будет меняться от темы. Оно прям натурально будет меняться от темы. Как вот вы будете переключать, оно будет меняться. Таким образом, тема настраивается. Как же она изменяется в данном случае? Ну, изменяется она, на самом деле, по стандартному, такому, ну, самому, что ни на есть, простому алгоритму. У нас есть Main Activity. И вот у нас есть тот Main Zem, который мы создали. И у нее есть какое-то количество параметров. Я просто создал какое-то количество Remember'ов, да. Ну, понятно, что здесь можно было бы оптимизировать. Можно было бы это, в принципе, назвать Style Class, да. И внутри него все эти параметры собрать и мутировать его одного. А не разделять это все отдельно на стиль, на фон сайз и так далее. Но я что-то решил не объединять это. Может быть, когда-нибудь я до этого дойду, чтобы там оптимизировать, на самом деле, вызовы. Потому что слишком много кулбеков, да. То есть, проще было бы, конечно, работать с одним классом, а не с кучей параметров. Ну, ладно, я уже пошел по этому пути. Поэтому вы, если хотите, можете сделать pull request. Я с удовольствием, ну, объединив это все в один класс, я с удовольствием его зааппрублю. А вы станете контрибьютором. Так вот, когда вы что-то меняете здесь, Remember' вызывает, ну, Mutable State вызывает Recompose. То есть, у вас там неявная подписка, да, есть, когда вы подписываетесь на Mutable State. Что приводит к изменению MainZem, а поскольку там используется static composition local, то это приводит к перерисовке фактически всего. Это, конечно, не очень эффективно. Ну, в смысле, что реально перерисовывается все приложение. Но, с другой стороны, представьте, вы изменяете тему светлой на темной. Ну, реально же это должно затронуть почти каждый Composable. Поэтому, с одной стороны, удобно, но, если так вдуматься, с другой стороны, если будет огромное приложение, придется, видимо, какие-то оптимизации делать. Вот. На самом деле, все. Вот таким вот образом очень легко, я бы даже сказал, весело создается собственная тема в приложении, меняется как хотите, используется как хотите. На мой взгляд, это прям вот пушка вообще. Ну, то есть, настолько удобно работать с темой. Ну, XML, честно говоря, даже рядом не стоял. Я когда-то думал сделать обзор, как менять тему в XML, но я теперь понимаю, что нафиг это. Я просто вот из-за одного работы с темами, я готов уже использовать Compos, хотя, на самом деле, причин, конечно, гораздо больше. Кстати, если хотите, я могу сделать видео, если вам интересно, напишите в комментариях, стоит ли переходить на Compos, какие плюсы я вижу в том, чтобы переходить на Compos относительно XML. Но, на мой взгляд, вот даже та же самая работа с темой говорит как бы сама за себя. Плюс настолько мощный, что, ну, сложно здесь что-то сказать. Вот, ну, еще я хотел показать такую интересную штуку в плане работы с темой, очень полезная. Это превьюхи, ну, вы, наверное, и так про них знаете, но, на самом деле, не все, не все, к сожалению, используют тот механизм, который я называю, ну, не то, что я называю, это просто превьюхи, допустим, во всех темах. То есть, вот я сделал тут, на самом деле, превьюхи же тоже можно, типа, ну, декомпозировать на разные Compos. То есть, я сделал Private Composable с настройкой карточки, и, пожалуйста, вот у меня куча-куча превьюх с разными стилями. Я прям могу смотреть, как выглядит мой, ну, то есть, как выглядит моя ячейка с разными стилями. Если я, например, что-то сюда добавлю, оно сразу же везде вот здесь перерисуется, и мне, в принципе, ну, наверное, не надо каждый раз билдить и заливать на эмулятор это все. Я, в принципе, и так вижу, как моя ячейка здесь выглядит. Тоже очень удобная штука, я прям всем рекомендую этим пользоваться. Вот, ну, я думаю, что мы закончили, на самом деле, про темы. Следующее видео, как я уже говорил, будет про вью-модели. Я уже готовлюсь для него. Анонс именно к изменению кода во вью-модели будет в Телеге, ВКонтакте, и, возможно, я это сообщество YouTube закину. Вот, то есть, я буду вначале делать код, потом по нему записывать видео. Кстати, напишите, насколько вам удобен этот формат, потому что раньше я прям делал такой лайф-кодинг больше, а теперь вот скорее просто демонстрирую. На мой взгляд, смотреть, как я печатаю, возможно, не так интересно, хотя вот здесь пришлось немного попечатать, чтобы показать вам, ну, на практике, как это работает. Вот. Ну, гораздо интереснее, когда я просто объясняю, показываю и все. Возможно, я не прав, поэтому лучше напишите об этом в комментариях. Вот. Ну, а с вами был Алексей Гладков. Это канал Mobile Developer. Как всегда, самой лучшей благодарностью от вас будет сделать какой-нибудь репост себе в любую социальную сеть, Инстаграм, ВК, Телега, куда угодно. Ну, в Телеге, наверное, некуда. Ну, в общем, сделать себе репост и поставьте лайк обязательно. Это будет для меня лучший сигнал о том, что я делаю какие-то правильно интересные вещи. Ну, и, естественно, ваши комментарии – это прям самое важное. Я их все читаю. Возможно, не на все отвечаю, но стараюсь все читать, как минимум. Вот. Спасибо еще раз всем огромное. С вами был Алексей Гладков, канал Mobile Developer. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok